Эту тему более подробно обсудим с Игорем Поповым, экспертом Украинского института будущего. Игорь Владимирович, рад приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. В последнее время очень много нарративов, особенно с российских СМИ, прокремлевских СМИ, касательно усталости от войны. Это мы уже слышим еще с начала лета нынешнего года. Скажите, пожалуйста, в данном случае, давайте этот кейс обсудим, усталость от войны. Лично вы наблюдаете ее в общем понятии, либо же от отдельно какой-либо из стран Запада? Наверное, усталость от войны это естественный процесс и для каждого человека, и для целых стран. Но опять же, что следует за этим? Российская пропаганда рассказывает, что вследствие усталости от войны, страны Запада должны прекратить поддержку Украины, капитулировать и согласиться с тем, что Россия претендует на зоны влияния, как минимум в Украине, а то и во всей Восточной Европе. Этого, конечно, не будет, и мы это видим и по вашему сюжету, и по всем заявлениям западных политиков. Если говорить сейчас о непосредственно единении Запада, да и в целом цивилизованных стран, мы же видим, что как-никак, но несмотря на то, что в США сейчас существуют некие, я бы сказал, это не проблемы, а долгосрочные решения касательно выделения того или иного бюджета военной помощи Украине. Но все же видим, что и Лойд Остин, приезжая в Киев, также анонсировал мощный пакет военной поддержки. Также видим, Германия очередной пакет военной помощи предоставляет. То есть, как ни крути, но единение Европы наблюдается в данных заявлениях и в данной поддержке. Либо же существуют какие-то кейсы, которые затрудняют тот или иной транш военной помощи, экономической и так далее. Венгрия, быть может. Украина столкнулась с тем, что наши союзники это демократические страны, и у них существует электоральная демократия и политический плюрализм. И поэтому, особенно если там выборы, то решения принимаются не так быстро и не обусловлены ходом избирательной кампании. Мы видели это, к примеру, перед выборами в Польше. Да и после выборов в Польше еще не сформировано новое правительство. И поэтому нам труднее проводить коммуникацию с польским старым правительством и с еще не сформированным новым. И то же самое касается Соединенных Штатов. Там конкурентные выборы в следующем году, выборы президента. И поэтому вопрос расходования любых средств, он становится предметом более жарких дебатов. И поэтому, к сожалению, решение о выделении финансовой помощи Украине пока было отложено. Они вообще не могут принять бюджет. Довольно долго грозят шатдауном, то есть прикрещением финансирования госслужащих. Это те игры, которые мы видели даже в их сериале «Карточный домик». То есть Украина, несомненно, получит и финансовую поддержку Соединенных Штатов, и финансовую поддержку Европейского Союза. Хотя, опять же, что касается ЕС, то решения по Украине стали в многом заложниками от сложных отношений Брюсселя и Будапешта. То есть там у них есть свои противоречия. И правительство Виктора Орбана использует голосование по поддержке Украины для того, чтобы решить свои вопросы внутри Европейского Союза. В последнее время складывается ощущение, что Путин, он в свою очередь имеет какой-то дедлайн. И чтобы до этого дедлайна успеть, он делает все возможное для того, чтобы хоть какие-то победы на фронте иметь. Сейчас видим по информации Генштаба Вооруженных Сил Украины локализацию и подготовку мощных ударов на Купинском направлении. Также видим, насколько велики потери на Авдеевском направлении, бои за Авдеевку, когда российская армия бросает, ну простите меня, как пушечное мясо своих солдат. И казалось бы, что можно это все решить другим путем, но нет. Ради каких-то целей одного человека, диктатора Путина, приходится уничтожать, я иного слова не найду, своих же солдат. Солдат, существует ли дедлайн у Путина, по вашему мнению? Сколько еще он может вести так называемую СВО? Ременовская власть демонстрирует свою готовность к задержанной долгой войне на истощение. И это один из их аргументов в том, чтобы принудить Запад к неким уступкам. И поэтому они показывают то, что военно-промышленный комплекс России, он работает на полную мощность, то, что Россия получает снаряды из Северной Кореи, дроны из Ирана. И таким образом готова продолжать войну год, два, три, не считаясь с потерями. Но сейчас действительно вы правы, активизировались атаки в районе Авдеевки, в некоторых других направлениях, Маринке, Купенска. Они хотят показать то, что российская армия достигла хотя бы минимальных каких-то успехов для того, чтобы передавать этот посыл по закрытым каналам коммуникации, опять же требовать неких дипломатических и политических уступок. И в свою очередь, можно ли сейчас говорить о том, что каким-то образом какие-то политические процессы также влияют на Путина, а именно на его риторику и его агрессивные действия и ведение войны? Какие именно вы имеете в виду? В Европе, в мире и в России? Вот Европа, мир, возможно, это выборы президента США, возможно, это ситуация по расшатыванию, грубо говоря, внутри Европейского Союза. Опять же, упоминая ту же Венгрию и учитывая, что Орбан последнее время, ну прям как будто российские методички повторяет. Есть такая версия, что Россия ждет, когда в Америке пройдут выборы, придет в власти Дональд Трамп и Дональд Трамп пойдет на уступки Кремлю. Мы уже видели Трампа при власти, нельзя сказать, чтобы он где-то сдавал национальные интересы Соединенных Штатов или Запада вообще. Поэтому это довольно странный расчет. Более того, мы видим то, что Украина сейчас выстраивает долгосрочные гарантии поддержки безопасности с Западом в целом и с отдельными ведущими странами. И этот процесс начался не сегодня. Уже год назад был презентован Киевский договор безопасности, разработанный международной экспертной группой под координацией Андрея Ермакада и Дональда Фограсмусова, где они предложили, как Украина должна получать долгосрочные гарантии безопасности, именно военную поддержку, инвестиции в военно-промышленный комплекс, разведывательную информацию, обучение военнослужащих, киберзащиту, контрпропаганду, противодействие дезинформации. И вот этот процесс продолжался. Страны Большой Семерки подписали соответствующую декларацию в Вильнюсе в июле этого года. И уже сейчас, осенью, разрабатываются двусторонние договора на 3, на 4, на 5 лет с отдельными странами, в первую очередь с Соединенными Штатами. Соответственно, этот договор не будет зависеть от того, кто победит в выборах президента США, потому что это будет договор, ратифицированный Конгрессом. И мы имеем однопротивную поддержку для того, чтобы его получить. И вот буквально этими днями Блумберг напечатал контуры такого же договора с Европейским Союзом. Тоже говорится о долгосрочной многолетней поддержке, о выделении финансирования военной поддержки в рамках Европейского фонда мира. Соответственно, когда эти договора подписаны, то наши страны-союзники закладывают эти расходы в свое долгосрочное бюджетное планирование. И это демонстрация того, что Запад не собирается капитулировать перед российским наступлением. Ну и в свою очередь, также в продолжении данной темы, Путин надеется на то, что Запад не сможет долго помогать Украине, а также большую ставку делает на предстоящие выборы в Соединенных Штатах Америки. Такое мнение высказал в нашем эфире директор Евразийского центра Атлантического света Джон Хербст. Давайте услышим его прямую речь и также обсудим. Путин тоже делает ставку на возможность, чтобы Трамп станет еще раз президентом. Поэтому я думаю, что Путин не может передумать о своей агрессии в Украине до американских выборов через год. Только вот я не понимаю, а как именно и что он сможет передумать? Смену власти в Соединенных Штатах? Если, допустим, какой-то республиканец придет к власти. Не Трамп, не обязательно, а какой-то республиканец. И надеется на переворот таких политических действий? Или что имеется в виду? Когда Трамп первый раз победил на выборах в 2016 году, то первую ночь выборов, как писали в России, многие политики открывали шампанское и радовались, что вот теперь они заживут. Но уже и первое решение, и личная встреча Трампа и Путина в Кельсинки показала, что политика внутренняя Трампа, она отличается. Что касается мексиканских мигрантов, что касается налогов, участия отдельных компаний в экономике США, отношений с Китаем. Да, эта политика отличается. Но в контексте того, чтобы сдать определенные позиции в Европе, в том числе в Украине, об этом не говорится. И поэтому на что рассчитывает Кремль? Ну, это какой-то элемент, наверное, внутренней пропаганды, что вот у Кремля есть свои кандидаты, даже в США, которые могут победить и там работать чуть ли не как агенты СВР. Но этого явно не будет. И еще один момент тогда. Смотрите, если сейчас мы видим такую, так сказать, мощную работу Путина и на внутреннюю аудиторию, и на внешнюю, видим, как российские пропагандисты пытаются работать и на информационное давление европейских стран, я правильно понимаю, что за свои лично выборы Путин вообще не переживает, учитывая то, что там будут выборы без выбора. И как такового он своего народа вообще не боится. Учитывая даже то, к чему я веду, что на следующий год Российская Федерация максимальное количество денег забирает на военные нужды, на военно-промышленный комплекс. Тем самым, это Олег Пензин в нашем эфире экономист говорил, забирают некий процент из социальных услуг. То есть, уже идет прямое жертвование своим народом на благо, в скобках понятное дело, войны против Украины. Для Владимира Путина по его психотипу очень важны формальности. То есть, все должно быть соответствовать тем процедурам, которые прописаны в неких документах. Именно поэтому была ротация с Дмитрием Медведевым, хотя все знали, кто принимает финальные и окончательные решения в Российской Федерации. Это же касается проведения выборов. То есть, они хотят провести выборы, показать картинку. Уже доведены планы о том, что явка должна быть там 70% и 73% должно проголосовать за кандидата-победителя. И это будет нарисовано. Каким образом, это уже не важно. Скорее всего, будут применяться в том числе электронные голосования по всей территории России. Это будет в первый раз. Это опробовано в единый день голосования, в том числе на территории Москвы. И вот результаты Москвы всячески критиковались, потому что они были неестественными и нелогичными. Поэтому московский опыт показал, что даже в столице люфт плюс 20% явки, плюс 20% за кого-то из кандидатов, он легко достижим и демонстрируем. И поэтому, да, 17 марта 2024 года будет некий всероссийский праздник с некими красивыми цифрами в результате. И еще один момент, это уже так на завершение более обобщенный. Путин прошел точку невозврата в отношениях с Западом, так считает глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. И по его мнению, у лидера Кремля не осталось дороги назад, и он взял курс на возобновление империи. Задачи таковы. Первым делом стабилизировать Россию, мобилизовать экономику и население, увеличить производство вооружения. Затем создать альтернативную Западу коалицию стран. Также Кремль будет всячески стараться раздувать конфликты на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах. И вследствие этого нападет на другие страны. Давайте услышим прямую речь и коротко обсудим. Сейчас приоритет Молдова и страны Балтии. Литва, Латвия, Эстония, вся западная часть бывшего СССР. Повод нарушения прав русскоязычных, прежде всего Латвия, Эстония. Москва уже взывает о притеснениях русскоязычных в Балтии и праве народов на самоопределение. После того, как выслали российских дипломатов-шпионов, Россия неактивно инфильтрирует страны Европы. Прежде всего Южной, своей агентурой, создавая бизнесы и общественные организации. Есть признаки подготовки инфраструктуры, подрывной деятельности под Великую войну. Подход, опробированный во времена СССР. Противоборство Россия-Запад носит фундаментальный, не только геополитический и геоэкономический, но и ценностный характер. При этом исход войны России против Украины имеет глобальное значение и станет мощным импульсом для изменения глобального баланса в ту или иную сторону. Александр Литвиненко, глава службы внешней разведки Украины в материале для Интерфакс Украина. И тут, казалось бы, все очевидно, Путин к этому идет. А удастся ли ему создать империю в современном-то мире? Ведь 21 век на дворе, как ни крути. Действительно, очень интересное и глубокое интервью. Александр Литвиненко сам с интересами его почитал. И да, его оценки очень правильные. В планах Путина, к сожалению, нет ничего о благосостоянии российского народа. То есть, это все для войны, все для неких плохих целей, но ничего для конструктива. Некая коалиция антизападная, она формируется, но Россия там будет отыгрывать неведущие роли. Скорее всего, это все-таки будет больше замыкаться на Китай, у которого есть глобальная экономическая финансовая противоречия с Западом. Что касается Европейского театра военных действий, то да, Россия проводит на сегодня информационно-психологические операции, разворачивает сети спящих агентов. И то ли это приведет все-таки к холодной войне, к Западу, то ли будет наземная операция. Запад это понимает. Запад провел разоружение своих сухопутных сил последние 20 лет. И сейчас увеличивает финансирование армии, увеличивает количество военных подразделений, модифицирует свои военные доктрины с тем, чтобы быть готовым даже к военному противостоянию. Игорь Владимирович, вам огромное спасибо за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру, за вашу аналитику. Напомню, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов был с нами на прямой связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!